SCP-1264. Воскресшие корабли. Объект номер SCP-1264. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. SCP-1264 содержится на глубине 75 метров южной части Тихого океана, 48 минут 52.6 секунд южной широты, 123 минуты 23 секунды, точка 6 западной долготы. Глубина 75 метров считается предельной глубиной погружения для SCP-1264, основываясь на его техническом анализе. SCP-1264 удерживается на месте с помощью якорей, выдерживающих нагрузку до 10 килотонн и соединенных друг с другом и с объектом. Мобильная оперативная группа Гамма-6, кормящая рыб раз в два месяца, осуществляет с помощью подводных аппаратов удаленный осмотр якорей и цепей на предмет целостности. Вокруг SCP-1264, а также и под ним, размещены 450 морских контактных мин. Мины расположены на расстоянии 20 метров друг от друга, чтобы в случае контакта вызвать массовую детонацию. Морские пути скорректированы таким образом, чтобы обходить участок содержания. За время своего содержания SCP-1264 не проявлял никакой активности, хотя по-прежнему способен оставаться на плаву. Описание. SCP-1264 представляет собой образование из заброшенных военных кораблей и различных обломков, склеенное воедино с помощью органических выделений. Основную массу SCP-1264 составляет пять военных кораблей эпохи Второй мировой войны, которые были использованы в качестве мишени при атомных испытаниях в Атоле Бикини в 1946 году в ходе операции «Перекрестки». В состав SCP-1264 входят следующие суда. Достоверно известно, что они затонули после испытаний. УСС Сарагота, Си-Ви-3, авианосец типа Лексингтон, Нагата, линкор типа Нагата, Принц Ойген, тяжелый крейсер типа Адмирал Хиппер, УСС Лемсон, ДД-367, эсминец типа Махан, УСС Апагон, СС-308, подлодка типа Балао, различные фрагменты портового танкера, Ю-160. Обзор отчетов об обнаруженных близ Атоле Бикини в 1954 году обломках показал, что несколько затонувших кораблей бесследно пропали из лагуны. ВМС США построили и затопили на этом месте несколько поддельных кораблей, чтобы скрыть факт пропажа. Правительством США была предпринята операция «Замок» под видом ядерных испытаний, но на самом деле предназначенная для создания радиоактивных осадков достаточных, чтобы сделать область Атоле Бикини необитаемой. SCP-1264 был впервые обнаружен 30 января 1959 года, когда он в 56 километрах к югу от мыса Фаргойл, Гренландия, атаковал и потопил лайнер «Ханс Хэтфорд», осуществлявший первое плавание. Коррозия и повреждения SCP-1246 весьма умерены, в отличие от данных ВМС США по поводу состояния отдельных кораблей. Центральное место в SCP-1264 занимает авианосец с несколькими крупными поворотными кранами на палубе. Остальные корабли прикреплены к боковым сторонам центрального посредством затвердевших выделений. У всех кораблей отсутствуют боевые рубки. Прочие обломки заполняют пустое пространство между кораблями и составляют примерно 12% от общей массы. Вооружения SCP-1264 составляют различные артиллерийские и зенитные орудия, торпеды и глубинные бомбы. Тем не менее, было замечено использование всего нескольких орудий, что может свидетельствовать о неисправном состоянии остальных или недостатке ресурсов для приведения их в действие. SCP-1264 проводит большую часть времени под водой. На поверхности воды объект способен развивать скорость до 31 узла 57 км в час. SCP-1264 обслуживается экипажем, обозначенным как SCP-1264-A. SCP-1264-A – безголовые существа гуманоидной формы, однако имеющие большое количество общих черт с галатуриями. Смотрите отчет о вскрытии. Каждая из них одета в стандартный резиновый водолазный костюм ВМС США. Водолазный шлем марки 5 и утяжеленные сапоги. SCP-1264-A присоединены ко внутренней части SCP-1264 с помощью гибкого магистрального тяжа глубиной около 90 метров. SCP-1264-A проявляют глубокое понимание механических и электрических систем SCP-1264 и обычно занимаются ремонтом и обслуживанием конструкций, доступных им в упомянутом радиусе. SCP-1264-A медлительно, упрямо и не проявляет какого-либо реального самостоятельного интеллекта. Из перчаток SCP-1264-A выделяется сильно клейкое вещество, которое выполняет функции связующего вещества, водонепроницаемого герметика, наполнителя и цемента, что позволяет с его помощью поддерживать структурную целостность и плавучесть SCP-1264. SCP-1264-A осуществляет управление движением SCP-1264 и его оружейными системами. В свою очередь, субъектами SCP-1264-A управляет некоторая сущность, обозначаемая как SCP-1264-1. Что она собой представляет, не установлено, и единственным доказательством ее существования являются магистральные тяжи, соединяющие SCP-1264-A со внутренней частью корабля. Тяжи покрыты волокнами нервной ткани, не принадлежащей SCP-1264-A. Это может означать, что SCP-1264-A напрямую связаны с отдельной биологической сущностью, или что SCP-1264-1 на самом деле представляет собой коллективное сознание SCP-1264-A. SCP-1264-1 во многих случаях проявлял враждебность, а также искусную тактику морского боя. Отмечены случаи, когда SCP-1264-1 передавал радиосигналы на низких частотах. На сегодняшний день SCP-1264-1 атаковал гражданских и военных судов и потопил из них. Заметно предпочтение SCP-1264-1 пассажирским судам по сравнению с другими. После разрушения судна SCP-1264-A забрасывают рыболовные сети и влавливают выживших людей, плавающих на поверхности. Затем сети прикрепляются к корпусу или якорю тонущего судна таким образом, чтобы оно утащило с собой на дно сеть ее содержимое. Спасательным командам, обследовавшим с помощью подводных аппаратов дно после происшествия, не удавалось обнаружить никаких трупов. В 2000-е SCP-1264 был вовлечен в затяжное противостояние с МОК-НАУ-11 консервной ножи и жестоко подавлен. В поврежденном состоянии SCP-1264 был отбуксирован под конвоем к участку его текущего содержания, где и размещен на неопределенный срок. Требуется уровень допуска 2. Допуск разрешен. Отчет о вскрытии BPD 1100-94-67F. ID BPD 1100-94-67F. Тело SCP-1264-A1. Возраст не установлено, раса не установлено, пол не установлено, рост 177 см, вес 111.3 кг. Место проведения вскрытия. Исследовательское учреждение 65, ответственное за проведение вскрытия доктор У. Гомес. Объект обнаружен после инцидента 1264-2-Д. Одежда и оборудование. Водолазный шлем Mark V. Стандартный скафандр ВМС США резина. Утяжеленные сапоги. Внешний осмотр. Множественные травмы в области груди и живота, причиненные взрывом и осколками. Ампутация одной из нижних конечностей. Несколько проникающих осколочных ранений передней грудной клетки. Строение тела двусторонне симметричное. От туловища отходят 4 конечности, 2 нижних и 2 верхних. Верхние конечности разветвляются на 4 меньших, дистальных придатка. Это позволяет объекту действовать внутри костюма и придает ему почти гуманоидную форму. Анамес. Ранен с помощью взрывного боеприпаса. Общее описание. Кожа. Присутствует как мембранный эпидермис, так и дерма. Под дермой имеется тонкий слой кальцинированных структур, состоящих из отдельных микроскопических косточек, скрепленных соединительной тканью. Голова и шея. Голова полностью отсутствует. Водолазный шлем наполнен морской водой и обломками. Открытая шея фактически выполняет функции ануса, выводя отходы внутрь шлема. Скелетная система. Эндоскелет состоит из укрепленных известковых стержней пластин и сфер, обеспечивая опору тела и конечностей. Эти структуры не являются истинными костями, поскольку лишены костного мозга, нервов, индоста и накосницы. Структуры плотно закреплены на месте окружающими радиальными мышцами. Мышечные ткани. Ткань имеет темно-коричневый цвет и формируется по круговой схеме вокруг эндоскелета. Имеется проводящая в воду сосудистая система, служащая для сокращения и расслабления мышц. Вода используется не как в гидравлике, а скорее как целомическая жидкость. Сосудистая система. В мышечной ткани имеются сотни миниатюрных ампул, перекачивающих целомическую жидкость. Внутри кровеносных сосудов образуются фагоцитарные целомиты, несколько напоминающие по функциям белые кровяные клетки млекопитающих, которые распространяются по всей полости тела через целомическую жидкость. Целомиты также, похоже, отвечают за перенос гемоглобина. Дыхательная и пищеварительная система. Оксигенизированная и десоксигенизированная целомическая жидкость циркулирует через магистральный тяж, выступающий из спиной стороны тела. Этот тяж поставляет в организм кислород и питательные вещества, подобно тому, как осуществляется питание плода, соединенного с плацентой матери. В полости тела отсутствуют жабры и желудок. Тяж после входа в тело непосредственно ответвляется в кишечник и крупные сосуды. Нервная система. Мозг полностью отсутствует. Нервная ткань связана с тонким хордоподобным образованием, которое входит в магистральный тяж. Имеются небольшие глазные ямки, размещенные на боковых верхних придатках и прочее. Вся передняя часть грудной полости заполнена системой взаимосвязанных желез. Эти железы отвечают за секрецию специализированного клея. Секрет перекачивается через верхние конечности и выводится из дистальных отверстий. Прочие лабораторные исследования. Прилагаются фотографии и данные таксиологического рентгеновского и микроскопического исследования. Ожидается. Анализ стекловидного тела и телесных жидкостей. Исследование одежды и оборудования. Помещение тела на длительное хранение. Примечания. Предметы, которые было решено не помещать в хранилище лаборатории 62, подлежат кремации. Доктор У. Г. Заключение. Тело обладает четкими физическими и анатомическими чертами иглокожих. В особенности напоминает галатурю, морской огурец. Хотя тело включает в себя множество независимых систем, его питание и управление им полностью зависит от этого шнура. Контроль тела осуществляется через тяж неким иным разумом. Поскольку как нейронный проводящий путь заканчивается в полости тела, но исходит из какого-то иного источника. Тело следует рассматривать как физическое ответвление этого разума. Скорее всего, сущность имеет анатомические характеристики, подобные SCP-1264-A-1, что позволяет ей манипулировать этими ответвлениями. Эта сущность, если это действительно единый разум, видимо весьма адаптирована к одновременной работе с огромным количеством входящих и исходящих сигналов для управления всеми SCP-1264-A. Ошибка. Файл не обнаружен. Комментарии админа. Данные перенесены на защищенный сервер. Внимание! Сотрудник 3999-572. Файл был перемещен на сервер высокой секретности фонда. Требуется уровень 3 допуска. Отчет МОК об инциденте 1264-D-2. Вовлеченные объекты SCP-1264. Вовлеченный МОК. МОК ТАУ-11. Дата 11 марта 1999 года. Локация 15 км к северу от побережья острова Каури. Гавайские острова. Преамбула. Начало боевых действий было одобрено после того, как SCP-1264 атаковал круизное судно. Из морского командного центра 09 была направлена МОК ТАУ-11 консервные ножи, оснащенные пятью ракетными катерами на подводных крыльях класса Pegas PHM-7, PHM-11 и одной подлодкой класса Juliet CM-S-3. CM-S-3 было приказано оставаться в боевой готовности, ожидая от группы быстрого реагирования PHM подтверждение того, что запуск ее ракет RP-500 не приведет к жертвам среди гражданских. К моменту прибытия группы PHM круизное судно было охвачено огнем и наполнялось водой, сильно накоренившись на борт. В большом отверстии в правом борту были замечены SCP-1264A, набрасывающие рыболовные сети на выживших, находящихся в воде. 1 час 1 минута. Группа PHM-MOK-TAU-11 вступила в соприкосновение с SCP-1264, когда SCP-1264A пытались поймать сетями выживших. PHM-7 и PHM-9 отделились от группы и открыли огонь непосредственно по SCP-1264A из 76-мм орудий. SCP-1264A были быстро подавлены. PHM-11 и PHM-7 перенесли огонь на правый борт SCP-1264. 1 час 3 минуты. PHM-8, PHM-10 и PHM-11 запустили ракеты Гарпун в корму SCP-1264A с расстояния 750 метров, что привело к уничтожению двух рулей объекта. 1 час 4 минуты. Все бортовые башни SCP-1264 развернулись на 90 градусов, заняв позицию на 9 часов, после чего SCP-1264 быстро погрузился под воду. Вскоре в западном направлении были замечены подводные взрывы и всплывающие обломки. PHM-7 и PHM-9 отправились на разведку. В это время CMS-3 удалось установить радиосвязь с SCP-1264-1. Смотрите приложение. 1 час 10. SCP-1264 частично всплыл позади оставшихся трех PHM достаточно, чтобы из-под воды показались его бортовые башни, и расположившись так, чтобы правые борта PHM находились непосредственно на линии его огня. После этого 6 140-мм орудий объекта открыли огонь по PHM, эффективно уничтожив их. PHM-7 передал на CMS-3, что поблизости от SCP-1264 гражданских лиц не находится. CMS-3 выпустил по SCP-1264 две ракеты P-500. 1 час 11. SCP-1264 двинулся в направлении к переворачивающемуся круизному судну и выстрелил из двух своих 410-мм орудий по показавшемуся из-под воды боковому килю судна с расстоянием всего 175 метров. Судно взорвалось и раскололось на несколько частей, после чего SCP-1264 прошел через плавающие обломки. Ввиду этого, системы активного наведения ракет P-500 не смогли распознать SCP-1264 среди обломков и потеряли цель. 1 час 13. SCP-1264 выпустил торпеды Mark 14 по PHM-7 и PHM-9. Собрал оставшиеся сети с пойманными пассажирами и повторно погрузился под воду. Оба PHM с легкостью ушли от торпед. CMS-3 получила от морского командного центра 09 отследить SCP-1264 с помощью сонара и преследовать его. Оставшиеся PHM занялись спасением выживших, которые избежали попадания в сети. На месте было обнаружено всего 19 из 215 человек, находившихся на борту. 15 часов 10 минут. CMS-3 потеряла контакт с SCP-1264 через 55 километров к северо-востоку от места происшествия. Приложение. Во время данного инцидента с 1 часу 06 минут по 1 час 10 минут, CMS-3 поддерживала радиосвязь с SCP-1264-1 на сверхнизких частотах. Ниже приведена стенограмма радиопереговоров между оператором и SCP-1264-1 после его первого погружения. SCP-1264-1. Низкий булькающий шум. CMS-3. Неизвестное судно приказываю вам всплыть на поверхность или вы будете уничтожены, как меня слышно. SCP-1264. Продолжительное бульканье. CMS-3. Неизвестное судно. Всплывайте или будете уничтожены, как поняли прием. SCP-1264. Бульканье приостанавливается, слышится низкий голос. Нарушители диктуют условия. Бульканье. Приятно. CMS-3. Неизвестное судно. У вас есть 2 минуты на всплытие. Это ультиматум. Вы меня слышите? SCP-1264. Бульканье. Так тошно. Бульканье продолжается в течение следующих 2 минут. CMS-3. Неизвестное судно. Ответьте. SCP-1264-1. На заднем фоне слышны громкие удары. Готов ко всплытию. В этот момент SCP-1264 всплывает и уничтожает 3PHM. SCP-1264-1. Утонем вместе. Статические помехи. Заключение. Оставшиеся в живых были опрошены и обработаны амнезиаком класса B, после чего переданы ВМС США. В СМИ была распространена легенда о том, что круизное судно затонуло при катастрофическом пожаре, возникшем в машинном отделении, в результате чего погибли почти все пассажиры. Также было инициировано ложное расследование катастрофы с целью подавления растущего общественного подозрения. 8 июня 1999 года SCP-1264 был замечен и сфотографирован командный рыболовного траулера в Индийском океане. Фотографии были перехвачены, их изучение показало, что все повреждения, нанесенные SCP-1264 во время инцидента SCP-1264-2, отремонтированы. Впоследствии было одобрено предоставление МОК ТАУ-11 дополнительных средств для включения в ее флот авиаподдержки, приобретения более мощного вооружения и установки пассивных гидроакустических буев в стратегически важных точках. Конец файла.